Вашему вниманию новости на Хабар 24 в студии работы Динара Шамбатарова. Больше 400 тысяч тонн различных грузов от продуктов питания до автозапчастей перевезли через железнодорожную станцию Булашак из Казахстана в Туркменистан всего за два месяца. Завезли на территорию страны через этот же пункт в Мангистауской области свыше 55 тысяч тонн товаров, фруктов, посуды и постельного белья. О железнодорожных воротах так называют станцию Булашак по перспективному для Казахстана логистическому направлению в следующий репортаж. На карте Казахстана приграничная станция Булашак появилась в мае 2013 года. Железная дорога соединяет ее со станцией Серхитяка в Туркменистане. Благодаря важному транспортному узлу в Мангистауской области появился населенный пункт, где создана вся социальная инфраструктура. Есть врачебная амбулатория, детские площадки, бани, пекарня, столовая, магазин. Работает школа и детский сад. Из 700 жителей 95% трудятся на железной дороге. Среди них Аралбай Орызбаев, старший вагоник. Ежедневно он вместе с коллегами проверяет до четырех составов, отправляющихся в путь. Мы оказываем техническое обслуживание поездов, приехавших из города Женаузен. Во избежание различных ЧП проверяем колесные пары. Должны успеть справиться за час. Станция Булашак последняя перед границей с Туркменистаном. Отсюда товары отечественного производства отправляются по железной дороге в страны Персидского залива. Сначала грузовые вагоны с пшеницей, строительными горюче-смазочными материалами беспрепятственно идут в Туркменистан. Далее в Иран и Афганистан. Только за последние два года за границу экспортировано более миллиона тонн различных грузов. Объем импорта товаров прошлого года оценивается в 2 миллиона тонн. По итогам 2022 года в грузообороте с Туркменистаном нам привезли около 200 тысяч тонн грузов. С нашей стороны мы привезли около 1 миллиона 300 тонн. Мы можем принять 5 поездов и отправить 5 поездов в сутки. Если грузооборот в будущем увеличится, наши возможности по его приему и отправке возрастут в два раза. Станция находится в 150 километрах от Жанаузена. Грузопотоки, проходящие через Булашак-Серхитяка, участвуют в мировой торговле, попадая на рынок через кратчайший сухопутный маршрут. Он позволяет осуществлять прямые поставки между странами и сократить время следования транзитных поездов. Тамара Степанова, Салмат Бекбаев, Ринаду Салиев. Мангостауская область, Хабар-24. Прямиком с запада переместимся на юг страны в область ЖТСО. Регион по праву считается восточными воротами в обеспечении грузопотока из Китая в страны мира. Это своего рода аналог современного шелкового пути. В последние годы грузооборот здесь вырос в 2,5 раза. Наш корреспондент Гульнар Жантасов расскажет, как будут развивать потенциал континентальных грузоперевозок. Разница железнодорожной колеи под небесной с нашей отечественной составляет 8,5 сантиметров. Это и стало причиной появления здесь, в восточных воротах, сухого порта. В сутки здесь перегружают около 850 контейнеров. Всего 60% всей проектной мощности использует сухой порт. Отсюда после перестановки контейнеров на отечественные платформы составы отправляются в страны Европы и Средней Азии. По словам руководства, при росте грузооборота внутренний терминал может увеличить свои возможности до 540 тысяч контейнеров в год. Планируем в мае месяце этого года начало строительства 10 пути по широкой коле стартировочного парка, в том числе один путь для ремонта вагонов. После строительства и ввода эксплуатации этих 10 пути потенциал сухого порта вырастет вдвое. Также в следующем году планируется приобретение еще дополнительной специальной техники для осуществления перегруза. Сейчас наращивается потенциал еще одного направления – Транскаспийского международного транспортного коридора для доставки грузов в страны Персидского залива. После его запуска в 2015 году грузопоток здесь увеличился с 10-15 поездов до 140 составов в год. Года три назад, если мы направляли в это направление в среднем в неделю два поезда, а сейчас уходит 5-6 поездов. То есть, можем сказать, уже каждые сутки мы направляем по одному поезду в это направление. Основное направление – это Иран, и Турция, и попадает в Румунию, далее Европу. При приеме и отправке груза здесь используют инновационные методы работы. Это позволяет экономить время. Один состав перегружают максимум за полтора часа. Мы в своей работе применяем передовые технологии, например, такие, как программа ТОС. Внедрение этой программы позволяет нам работать безбумажно, позволяет ускоренно коннектиться с центральным офисом. Также это позволяет совместно работать со смежными службами, такими, как контролирующий орган таможни, фитосанитарный контроль. Пять лет назад общий объем грузооборота по этому направлению из Китайской Народной Республики в Европу составлял всего 5 миллионов тонн. Сегодня он увеличился в два с половиной раза. По узкой колее поезд направлений с Китая в импортном направлении. Раньше принимали 8-9 составов. На сегодня этот поезд, прием вырос до 18 поездов, принимаем. А по широкой колее сдача экспортного направления. Мы сдаем среднесуточно от 8 до 10 поездов. Но 6 марта мы сдали 11 поездов. По сравнению с прошлым годом, сдача поездов в процентном соотношении выросла на 215%. Потенциал станции очень большой. При увеличении грузопотока планируется еще, к примеру, вот по узкой коле на сегодня действующие 11 путей имеется. В будущем заложено в геймплане еще постройки 7 путей. Для приема поездов с Китайской Народной Республики, также это по узкой коле, также при улетении грузопотока планируется постройка сортировочной горки с 12 путями. Она вот здесь заложена. Постройка еще дополнительных терминалов по 4 путей. Это всего 8 путей. Из них 4 по узкой, 4 по широкой. Также планируется постройка отдельного парка по широкой коле, состоящей из 6 путей. Это транзитный маршрут из Поднебесной в Европу через Казахстан, своего рода возрожденный шелковый путь. Он существенно расширил возможности транспорта и логистики в этом направлении континентальных грузоперевозок. Успешная реализация всех проектов и расширение географии поставок позволяет в 3-4 раза увеличить возможности в приемке и отправке грузов. Через восточные ворота Казахстана. Гульнар Жантасова, Хуануш Тургенбаев, Хабар 24, область ЖТСУ. Далее эфир новостей продолжит рубрика «Курсня». Здравствуйте, с вами Даниэр Даутов. Расскажу о главных новостях в сфере экономики и финансов. Агробизнесом в Казахстане занимаются более полумиллиона женщин. 16% из них возглавляют собственные крестьянские хозяйства. Бизнес-вомен открывают теплицы и овощехранилища, выращивают зерновые культуры. В Ассоциации деловых женщин страны отметили, что многие предпринимательницы активно снабжают население продуктами в зимний период, а также открывают для себя перспективные зарубежные рынки. Сейчас многие женщины-предприниматели создают свои фермерские хозяйства, где выращивают не только агрокультуру, но и занимаются животноводством. Это молочная продукция, мясная продукция, выращивают птиц, они обеспечивают весь Казахстан этими культурами. Также и занимаются экспортом для продажи в другие регионы. Отмечу, что с каждым годом в стране улучшается стимулирование женского предпринимательства. В рамках финансовых мер поддержки предусмотрены инструменты субсидирования, ставки вознаграждения и гарантирования кредитов. Бизнес-вомен воспользовались ими для реализации 10 тысяч проектов. И к другим темам. Запрет на экспорт репчатого лука отменили в Казахстане. При этом Министерство сельского хозяйства установило ограничения по объему партий. В третьи страны, в том числе и в государства Евразийского экономического союза, фермеры смогут отправлять не больше 20 тысяч тонн. Распределение квот будет проходить онлайн при выдаче фитосанитарных сертификатов. На одного экспортера по правилам приходится 500 тонн. Напомню, в январе в Казахстане на три месяца приостановили экспорт лука. Ограничения были введены для предотвращения его массового вывоза и стабилизации цен. За последние пять лет производство афинированного золота в Казахстане выросло на 37%. Результаты прошлого года тянут на рекорд больше 73 тонн. До этого объем не превышал 69 тонн, отмечает Energy Prom KZ. Основную часть всего афинированного золота в Казахстане выпускают три завода. 2022 год был успешным для золотодобывающей промышленности Казахстана. Почти на 20% выросла добыча золотосодержащих руд. Казатампром опубликовал финансовые результаты. За прошлый год консолидированная выручка национальной компании составила триллион тенге. Это на 45% больше показателей 2021 года. Операционная прибыль крупнейшего в мире производителя урана превысила 450 миллиардов тенге. Рост составил 91%. Его чистая прибыль за 2022 год увеличилась на 115%. Почти до 500 миллиардов тенге. Стратегия компании ориентирована на рынок. Казатампром по-прежнему придерживается курса на снижение производства. С 2018 по 2023 год оно должно сократиться на 20%. По сравнению с уровнем добычи, установленным в рамках контракта на недропользование. Ожидается, что в 2023 году объем производства урана составит около 21 тысячи тонн. 19 торгово-развлекательных центров построили в Казахстане за прошлый год, почитали в Бюро национальной статистики. Строительство всех объектов обошлось в 16 миллиардов тенге. Их общая площадь равна 109 тысячам квадратных метров. Большая часть ТРЦ появилась в Казалардинской и Атараусской областях. Отмечу, что наибольший рост в отраслевом развитии экономики страны демонстрирует сферы торговли, строительства и связи. В Казахстане запустили поезд для ускоренной доставки интернет-покупок из Китая. Состав будет следовать из Урумчи через пограничный переход Алашанку-Достык в направлении России. Также маршрут поезда прилегает через Узбекистан и Таджикистан. До станции назначения груз доставят за 7-10 дней. Поезд будет курсировать еженедельно. Далее следует курс валют. На ваших экранах актуальные на сегодня данные. Теперь итоги торгов на Казахстанской фондовой бирже. До встречи. На этом у меня все. С выше 70 тонн прекурсоров для изготовления синтетических наркотиков изъяли полицейские. Департаментом по противодействию наркопреступности МВД пресечена деятельность транснациональной преступной группы. В нее входили граждане Казахстана и ближнего зарубежья. Они наладили поставку химических средств в нашу страну для производства синтетики в промышленных масштабах. Чтобы определить роль каждого фигуранта и причастность иных лиц на протяжении всего маршрута, специальный груз отслеживался в том числе с применением воздушной разведки. На начальном этапе операции задержаны три иностранных гражданина, причастных к контрабанде. А 21 марта в Алматы под стражу взяты остальные фигуранты по данному делу. У них изъят мефедрон с различными весами. Поддельное удостоверение сотрудника полиции иностранного государства, зип-пакеты, электронные весы, патроны автомата Калашникова, а также две единицы реакторов специального лабораторного оборудования. Всего в ходе обыска складских помещений изъято 72 тонны прекурсоров. Этого объема достаточно для изготовления 8 тонн синтетических наркотиков. В настоящее время идет следствие. Министр внутренних дел Марат Ахмельжанов представил комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом на три года. Моя коллега Саньякуб Жасарова расскажет о масштабах проблемы и предлагаемых путях решения. Далее эфир новостей продолжит по факту. Министерство внутренних дел предложили масштабно тестировать молодых людей на наркотики. Такой вот скрининг должен выявить точное число наркозависимых, хотя бы приближенное к реальным цифрам. На учете Минздрава сегодня состоит 18 тысяч человек. При этом фактические данные превышают официальную статистику в пять раз, заверяют эксперты. А вот в МВД уверены, подсчет можно начинать уже со школы. Здравствуйте, здесь только по факту. Меня зовут Саньякуб Жасарова. За два месяца текущего года выявили 518 наркопреступлений. По итогам 2022-го порядка трех тысяч. Статистика растет. С такими темпами прошлогоднего показателя достигнем меньше, чем за полгода. Надо сказать, силовики работают. Не так давно прикрыли лабораторию, где производили запрещенные вещества. Изъяли почти тысячу тонн опасных веществ. От марихуаны до героина и синтетики. Это только за два месяца. Следует открыто говорить о том, что до этого эффективная профилактика наркомании ослабла. Министерство внутренних дел занималось только уголовным преследованием. Их главной целью было разоблачение. Будучи в статусе уполномоченного органа, задача координации отошла на второй план. Активности от других заинтересованных органов не наблюдалось. В результате преобладала борьба только с последствиями, а не с причинами наркомании. На наркобизнес в Казахстане влияют три основных фактора. Сырьевая база Конопли в Шуйской долине и Кызалардинской области. Раз. Трафик афганского героина через страны Центральной Азии, Казахстан и Россию. И третий самый опасный пункт распространения синтетических наркотиков. За последние четыре года количество изъятой синтетики увеличилось в сто раз. Транзитные наркотики и прекурсоры для изготовления синтетики поступают грузопотоком из приграничных государств. Они камуфлируются под видом товаров народного потребления и легальных химикатов. В связи с этим одной из мер комплексного плана является обеспечение государственной границы досмотровым оборудованием. Каждое седьмое наркопреступление этого года связано с продажей наркотиков через интернет. За два месяца текущего года зафиксировали более 600 таких магазинов. Новые телеграм-боты с сайты появляются как грибы после дождя. А вот отыскать их долгий процесс. Потому как в 9 из 10 случаев организаторы находятся за рубежом. Нужно принять меры по совершенствованию механизмов выявления и блокирования наркосайтов и подобных объявлений. А также проработать вопросы запрета на денежные переводы, связанные с оборотом наркотиков. Банки видят эти подозрительные операции. Через такой перевод можно отследить наркоканал. На днях в Алматинской области пресечен незаконный оборот 13 тонн запрещенных веществ. Из которых можно сделать 2 тонны мефедрона. 1 миллиграмм этого вещества может привести к передозировке и летальному исходу. Комплексный план, о котором выше говорил глава МВД, включает в себя борьбу с наркоманией и наркобизнесом на всех фронтах. Искусственный интеллект, воздушная разведка и максимум профилактики. Это по факту. До встречи. От миллиона до трех с половиной миллионов человек, по разным оценкам, вышли на улицы Франции, чтобы протестовать против повышения пенсионного возраста. В Париже число участников стало рекордным с начала социального кризиса. Накануне президент Макрон впервые прервал свое молчание по поводу реформы. Ответом стало объединение лидеров профсоюзов с целью организации очередной национальной забастовки. Все подробности у нашего собственного корреспондента в Пятой Республике Алисы Сдыковой. Несмотря на то, что пенсионная реформа считается официально принятой, во Франции социальные протесты не только не утихают, но становятся еще масштабнее. Самая массовая акция последних дней проходит сейчас. За моей спиной вы видите кортеж манифестаций, в котором насчитывается не меньше 40 тысяч человек. В регионах сейчас также день всеобщей мобилизации, но вот такие массовые выступления лишь верхушка айсберга. После принятия решения о повышении пенсионного возраста протесты резко радикализировались. На протяжении недели в Париже и других крупных городах страны проходят стихийные акции, которые неизбежно перерастают в массовые беспорядки. Сегодня протестующие блокировали вокзалы и железнодорожные пути, ключевые дороги. На протяжении нескольких часов была закрыта дорога, ведущая в аэропорт Шарль-де-Голь. Накануне президент Макрон выступил с обращением по поводу пенсионной реформы. Впервые за два месяца протестов. И, судя по всему, это только разогрело ситуацию. В любом случае, наша манифестация сегодня доказывает еще раз. Если требуются какие-то доказательства, мы здесь. И мы ни от чего не отступимся, пока реформу не отменят. Мы никогда не были с ней согласны. Все профсоюзы объединились. Мы дружно говорим «нет». Нужно, чтобы нас услышали. Мы не отступимся. Это исторический момент. Давно мы не видели такого единства разных профсоюзов, такого крепкого, такого решительного. Вне зависимости от сферы, в которой работают люди, везде мы видим сплоченность профсоюзов, которая включается на всех уровнях. Мы останемся вместе с самым решительным настроем до самого конца, до отмены реформы. Не только массовые манифестации стихийной беспорядки. Сегодня официально продолжаются запастовки на рабочих местах. Половина парижских учителей отсутствует в школах. Треть железнодорожников. Высокий уровень мобилизации среди энергетиков. Из-за длительной запастовки в лесеном секторе возникла нехватка горючего на 15% заправок страны. Под угрозой поставки керосина в парижские аэропорты. Сегодня закрыты для посетителей Эйфелева башня, Версаль и другие ключевые достопримечательности. Общественный транспорт работает с перебоями. Генеральная дирекция гражданской авиации потребовала сократить на треть количество рейсов из аэропорта Орли. Сейчас для туристов не лучшее время для посещения Парижа. Социальные протесты на спад не идут. Альянс из Дыкова, Руслана Мержан, Хабар, 24, Париж, Франция. 11 человек убиты в ходе полицейского рейда в одном из фавел Рио-де-Жанейро. Целью операции бразильских правоохранителей стали предполагаемые торговцы наркотиками. Подозреваемые попытались дать жесткий отпор полицейским. Завязалась перестрелка, в ходе которой большая часть преступников была ликвидирована. О потерях или раненых со стороны властей не сообщается. Полиция заявила, рейд связан с наркоторговцами из северного штата Пара, где за последний год было убито больше 40 страж и правопорядка. Чехия продлила запрет на выдачу виз для граждан России и Белоруссии. Правительство одобрило решение о продлении ограничений до 31 марта 2024 года. Одновременно запрет был расширен для россиян и белорусов, имеющих сразу несколько гражданств. Исключение коснуться лишь тех, кто отправил запрос на получение гуманитарной визы, а также имеет вид на жительство в странах ЕС. Чехия стала одной из первых стран, прекративших выдачу виз россиянам после начала широкомасштабных военных действий в Украине. В сентябре она также запретила въезд обладателям шенгенских виз из России и Белоруссии. В свою очередь, статус временной защиты в Чехии получили свыше 400 тысяч беженцев из Украины. Это самый большой показатель в странах ЕС после Германии и Польши. Почти две тысячи предприятий в столице Австрии могут закрыться уже в этом году. Эксперты назвали это последствием пандемии и энергокризиса. Больше всего от нынешнего экономического спада пострадала строительная отрасль. За ней следует гостиничный бизнес, а также автомобильная промышленность. С начала года в Вене обанкротились почти 500 предприятий. Это на 40% больше, чем с аналогичный период прошлого года. 750 нелегальных мигрантов спасены в Италии. Береговая охрана пришла на помощь двум рыболовным суднам, терпящим бедствия в восточном побережье страны. Тем не менее, 5 человек погибли, 33 пропали без вести в водах Средиземного моря. Сообщается, что мигранты отплыли из Туниса и планировали нелегально попасть на территорию Евросоюза. Миграция по морским путям становится серьезной проблемой для итальянских властей ежедневно. Десятки нелегалов прибывают на берега Сиракуса и Сицилии. 26 февраля почти 90 мигрантов утонули по бережью региона Калабрия. Трагический инцидент привлек внимание правозащитников и оппозиционных партий. Активисты и политики обвинили итальянское правительство в бездействии и безразличии к проблемам нелегальной миграции. В Конгрессе США прошли слушания с участием генерального директора ТикТок. Демократы и республиканцы поставили под сомнение безопасность данных приложений. Законодатели опасаются, что ТикТок, которым владеет пекинская компания ByteDance, открывает доступ к данным американских пользователей властям Китая. Это, по их мнению, угрожает национальной безопасности США. Глава ТикТок Шоу Цзэй Чу попытался заверить Конгресс в обратном, заявив, что компания не занимается шпионажем в пользу Компартии Китая. По его словам, 100% трафика американцев проходит через подразделения по безопасности данных США. На сегодняшний день компания имеет свыше 150 миллионов активных американских пользователей. В конце марта в силу вступит запрет для американских чиновников на использование приложения. Во-первых, мы будем обеспечивать безопасность, особенно подростков. Это главный приоритет для нас. Во-вторых, мы защитим данные граждан США от нежелательного доступа извне. В-третьих, ТикТок останется местом для свободного выражения мнений, и никакое правительство не будет манипулировать им. Вслед за штатами власти Норвегии запретили членам парламента пользоваться телеграммой ТикТок. Решение было принято после заключения Управления национальной безопасности Норвегии. Ведомство оценило риск утечки данных с мобильных телефонов сотрудников крайне высок. Удалить запрещенные соцсети чиновники обязаны с телефонов, планшетов и персональных компьютеров, которые оплачиваются работодателям и личные мобильные устройства. Отмечу, что ранее запрет на использование мобильных приложений ввели США, Канада, Бельгия и Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент. Страны считают, что соцсеть может подорвать интересы западной безопасности. Сейчас в Грузии, как и прошлой весной, остановились все мелкие мукомольные предприятия. Дело в том, что в страну стали завозить муку вместо зерна. По словам специалистов, агрессивный ввоз муки создает множество проблем, в том числе и фермерам, которые выращивают собственную пшеницу. А это может подорвать планы правительства по импортозамещению зерновых. Юлия Тужилкина разбиралась в проблеме. Грузинские мельницы вновь приостановили свою работу. А все из-за того, что в страну стали завозить муку, а не пшеницу. Главным импортером по-прежнему остается Россия. На ее долю приходится до 90% всей потребляемой в Грузии пшеницы. Сейчас в Грузии опять же стоит вопрос о том, что все медленные комбинаты остановились. По той причине, что завозить муку сейчас более приемлемо, чем завозить пшеницу. Потому что после того, как два года тому назад Россия ввела пошлину на пшеницу, на экспорт пшеницы и не ввела на экспорт муки, более приемлемо в Грузии стало завозить муку. И по этой причине на этот момент, например, в 2022 году, каждая пятая партия, которая продала Россию на экспорт, зашла в Грузию. Это очень плохая для нас ситуация. Негатив данной ситуации ощутили и фермеры. У них осталось почти 30 тысяч тонн прошлогодней пшеницы, которую не удалось реализовать. Гена Тетраули уже почти 30 лет выращивает пшеницу и впервые в этом году не смог продать зерно. В его районе Дедоплицхаро на юго-востоке страны почти 80% прошлогоднего зерна хранится в амбарах. И потому фермеры, многие из которых связаны с банковскими кредитами, не в состоянии рассчитаться с долгами и начать посев. Все это может отразиться на сокращении объемов местной пшеницы. Уже считается, что сократится, потому что не вовремя они не могут купить удобрения, яда, химикаты разные. Когда фермер не смог продать урожай, он вынужден идти в банк. Еще проценты банка добавляются. Но проблемы не всем. Опять прошлый год кредиты есть, в этот год еще банк не даст кредиты. Но считайте, что урожай в этот год уже не то будет, что будет. Сейчас доля собственной пшеницы в стране составляет примерно 10% от общего объема потребления. Но государство амбициозно планирует увеличить этот объем до 50%. Ну а для исправления нынешнего положения Ассоциация производителей пшеницы и муки уже предложила правительству собственную программу. Путем субсидирования удерживать цены на хлеб, содействовать переработке местного зерна, а также сделать двухмесячный стратегический запас пшеницы. И, быть может, в ближайшее время ситуация изменится. Юлия Тужилкина, Ашалва, Сура Милашвили, Хабар-24, Грузия, Тбилиси. Касым Жамартукаев провел телефонный разговор с эмиром Катара, шейхом Тамимом Бельхамадом Альтани. Стороны обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан и пожелали народам Казахстана. И Катара процветания и благополучия также главы государства обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Особый упор сделан на взаимной торговле и реализации инвестиционных проектов, в том числе в финансовой сфере. Искусство стрельбы из лука и конный спорт развивает на востоке Казахстана жительница села Жиль-де-Узек Александра Ден. Ее ученики успешно участвуют в областных и республиканских состязаниях. Есть среди них и девочка Шабандоса. Саму Александру многие прозвали Степной Амазонкой. В гостях у женщины Батыра побывали и наши корреспонденты. Подробности у Анели Синбердиной. Хрупкая с виду, но с железным стержнем внутри. Не зря Александру Ден, тренера по конному спорту, многие называют женщиной Батыром. Она сама объезжает лошадей, готовит их для своих учеников. Выезжаешь и идешь по кругу, затем потом на мостик. Александра обучает детей выездки, конкуру, готовит на участие в скачках. А самая успешная ее ученица – собственная дочь Жанеля. Она единственная девочка Шабандос в области, которая борется за призы в Аламан-Байге на 25 километров. Наравне с мальчишками. Это и неудивительно. Ребенок с года сидит на лошади, а с пяти лет занимается профессионально. Шабандос должен быть сильным, смелым. Он должен удержать лошадь, чтобы прийти первым или вторым. На все скачки выбирают именно детей, потому что у них вес получается легкий и коням легче скакать. Сама Александра выросла в семье деда-казаха в ауле. Поэтому не представляет своей жизни без лошадей и без традиций казахского народа. Поэтому несколько лет назад решила освоить ей оружие предков – садах. Тем более, что ее воспитанникам лучный спорт понравился сразу. Летом они занимаются в степи, учатся бить цели на дальних расстояниях. А сейчас, пока холодно, рядом с селом. Но конный лук, стрельба верхом, поддается пока только самой Александре. Очень в основном сложно это верхом на лошади, потому что это нужно правильно. Посадка в седле, учить лошадь, чтобы она шла прямо, не сворачивала. Правильно держать лук и основные тренировки усиленнее будут работать. Тренировки на лошадях и занятия с луком – это не просто спорт. Это еще возможность не забывать о своих корнях. Я решил заняться конным спортом, потому что мне нравятся лошади. Это казахская традиция. Моя семья, мои предки занимались конным спортом. Пробуждать интерес к истории своего народа – еще одна задача тренера. Как-то на занятиях учащиеся узнали, что свои юрты кочевники перевозили на верблюдах. И загорелись идеей идти в их уже ставшие традиции – походы и перевозить снаряжение на этих гордых животных. Теперь Александр обучает двух молодых верблюдов, чтобы летом вместе со школьниками отправиться на Акбаур или другие интересные места в округе. И дать детям почувствовать себя настоящими потомками намадов. Анна Лисенбердин, Жигарь Бабаканов, Восточно-Казахстанская область, Хабар, 24. В Южной Корее из зоопарка сбежала зебра. Жители Сеула с нескрываемым удивлением наблюдали за тем, как черно-полосатое животное неспешно прогуливается по закоулкам города. Спасателям пришлось применить транквилизаторы, чтобы усыпить зебру. Усилиями нескольких человек ее удалось бережно перенести в грузовик. Сообщается, что любопытную зебру в целости и сохранности вернули в запарк.